Привет! Время полдевятого, у нас очередной день осмотр достопримечательностей. Мы сегодня выезжаем из Канкуна позже, чем в остальные дни. Но не из-за того, что мы проспали или из-за того, что мы ленивые туристы, а потому что нам нужно менять деньги. А мы последние дни с этими достопримечательностями выезжаем очень рано, возвращаемся поздно, и все банки уже закрыты. Поэтому мы сегодня специально дождались 8.30, когда открывается банк с хорошим курсом здесь недалеко от нашего отеля. И Антон сейчас ушел менять деньги. И вообще по поводу денег, многие говорят, что в Канкуне вообще можно не менять доллары на песо. И долларов в принципе хватит. Отчасти это правда. Здесь действительно во многих местах принимают и песо, и доллары. Во многих местах можно расплатиться картой. Нельзя только в каких-то мелких палатках типа с едой. Но это не очень выгодно. В тех местах, где ты платишь картой, пересчет по курсу будет не в твою пользу. В тех местах, где ты платишь долларами, тоже может быть это менее выгодно для тебя. Поэтому лучше потратить полчасика и поменять. Мы сегодня поедем в древний город Экбалам. Он находится примерно в двух с небольшими часах езды от Канкуна. Мы поедем опять по платной трассе, потому что тогда дорога будет чуть больше двух часов. Если выбирать бесплатные аналоги, это будет более трех часов. Но час времени с утра при поездке на достопримечательности играет важную роль. Поэтому мы решили переплатить за платную трассу, но добраться поскорее. А обратно уже можно сэкономить и ехать бесплатно. Едем через окраины Канкуна. И тут такие вот жилые комплексы. Похоже на наши хрущевки, такие пятиэтажные дома. Не очень приятного вида. Все обшарпаны, некоторые даже без стекол забиты фанерой. Видимо, бедные районы. Это страна одноэтажная района, одно-твуэтажные домики. Тоже не очень богатая. Как здесь работают заправки? Ты подъезжаешь, ждешь тетеньку или дяденьку на стойке, которая к тебе подходит. Говоришь, на сколько заправляться. То есть на сумму или на количество литров. Стоимость бензина сейчас где-то 18.50 песо за литр. Что-то дорого. То есть почти доллар. Даже не почти, а доллар. Доллар за литр. И тебе вставляют вот краник, заправляют. И потом самое интересное, что ты рассчитываешься прямо здесь. То есть ты даешь деньги этой тетеньке или дяденьке. Он убирает себе в карманы, все. И то есть он никуда не идет, не надо никуда идти оплачивать. И вообще вот эти вот магазинчики, где у нас принято, что это как-то тоже заправка. На самом деле уже и не заправка вовсе. То есть это обычно какие-то просто магазины. Ну так это даже заправка. Кстати говоря, бензин тут только 87 и 92. То есть никаких 95 тут нет. Итак, мы доехали до древнего города Эдбалам. Ну, достопримечательность вообще не раскрученная. Мы добрались так тоже не без труда. Потому что пробирались через какую-то полупроселочную дорогу в лесу, в джунглях. Проезжали через какую-то совсем-совсем маленькую деревушку, где на нас смотрели все жители, мне кажется. Даже чувак, который на крыше работы кровельной проводил, просто шею свернул, увидев белых людей в машине, проезжающих по этой дороге. Ну вот, на входе здесь уже такие растения интересные. Сейчас пойдем брать билеты. Парковка здесь, в принципе, бесплатная. Но тебе очень навязчиво парковщики говорят, что они работают за чаевые, поэтому приходится давать им чаевые. Ставим 10 песо. Мы уже на территории комплекса. Билеты стоили 216 песо на человека. Тут же рядом есть Сенот, но в Сенот отдельно билеты надо покупать. И мы, наверное, решили туда не идти, потому что до него еще нужно добираться. Там что-то пешком 2 километра. Или брать велосипед в аренду. Может быть, мы в какой-то другой Сенот съездим сегодня, посмотрим. Ну, а по поводу комплекса, тут сейчас будут опять древние строения. На территории было раскопано 45 древних строений Майя. До сих пор ведутся раскопки. Комплекс довольно большой. И, как и многие другие города Майя, его расцвет был в 8 веке. Хотя основан он еще в 3 веке до нашей эры. И незадолго до прихода испанских конкистадоров все индейцы снялись с места, покинули горы. И что интересно, они, уходя, как будто бы решили сохранить его для чего-то в будущем. И не просто оставили свои дома в джунглях, чтобы их поглотил лес. А засыпали песком и камнями. И благодаря этому все, что удалось сейчас найти, находится в довольно неплохом состоянии. Кстати, сам этот комплекс вообще довольно новый. Его, в принципе, нашли только в 1886 году. Французский путешественник. Раскопки здесь начали вести в 1980-х. А для посетителей открыли в начале 2000-х. Вот это, кстати, городские стены. Смотри, какие они низкие. То есть Майя это устраивала. То есть они не строили высокие, они строили широкие стены. По свидетельствам историков, высота была примерно полтора метра всего. А ширина три метра. Так что древние индейцы были невысокие, но, видимо, очень толстенькие. Да, чтобы не порубить. А эта, кстати, арка, это главный вход в город. Исторический, который здесь так и был. И мы тоже сейчас через нее в этот город войдем. Исторический, который здесь так и был. Исторический, который здесь так и был. Но это уже всем знакомое поле для игры в мяч. Здесь она сделана тоже чуть-чуть в другом варианте. То есть она тоже маленькая, но с трапкой и землей внизу. И тут нет колец. Берите внимание. То есть, видимо, они были либо выломаны, либо утеряны. Либо их вообще, может быть, тут не было. Может быть, тут была другая игра. Мы не знаем. Но поле такое же. Да, может, здесь в шашке играли. Или в шахматы. Зачем нам мяч? И Настя решила возомнить себя Майя. Попробовать поиграть в эту игру. Но без мяча. Но без мяча. У нас нет кожного мяча. У нас вообще ничего нет. Мы максимум, во что сейчас можем поиграть, это либо в города, либо в камень-ножницы-бумага. Как ты думаешь, Антон, играли ли Майя в камень-ножницы-бумага? Ну, наверняка. Вообще, похоже, что вот это место было как раз для кольца. А может, не факт, что играли? Возможно, у них ножниц не было. Надо сначала уточнить. Потому что для кольца вот там тоже есть такое вот отверстие. Здесь. Вот сразу заметный плюс. Это то, что все достопримечательности не огорожены. То есть можно потрогать любую конструкцию, любое строение. Старые древние камни. И вот все осталось в таком хорошем качестве. Благодаря как раз тому, что они все засыпли землей. Майя, перейду в кольцо. Иначе, как и все остальные пирамиды, все было бы поглощено лесом. Ну что, перед нами пирамида и еще один подъем. И тут, мне кажется, высота не меньше, чем в Кобе. Так же. Так что посмотрим, как там это. Удастся. Музыка. 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 Но некоторые историки предполагают, что, может быть, это действительно чёрный ягуар принял человеческое обличие. И один из входов в пирамиду имеет вид такой развирзнутой пасти ягуара. Мы сейчас её посмотрим. И вот эта дверь в виде пасти. Смотрите, какие зубы. Интересно, зубы мудрости здесь есть или их уже удалили? А наболевшие. Смотрите, какие зубы. Смотрите, какие зубы. Особенно вдвойне хорошо, когда немного народу. И вид оттуда обалденный. Видно, наверное, весь полуостров Юкатан. В стороне от основной выставки замечательности. Где-то в лесу такая вот платформа круглая. И никаких подписей. Ни подписей, ничего. Не знаем, для чего она нужна, но... О, там холодец. О, там, походу, стенот. Вот где-то вход в стенот. Потому что внизу очень глубокое отверстие. На самом деле, лучше отсюда отойти. А ты как бы, мало ли. Сколько эта структура тут простояла, непонятно. Сколько простоить, тоже непонятно. А у нас страховка утопания в стеноте не покрывает. Вот мы сейчас зашли с задней стороны пирамиды. Вот она. За спиной. Вот холм. И, наверное, специально так оставили. Показать, как это все было накрыто. Когда майя засыпали все землей. На самом деле, очень сложно было бы, мне кажется, ее найти. Потому что непонятно, то ли это просто куча, то ли это какой-то холм. И молодцы археологи, которые смогли все это обнаружить. Еще одна лестница. Ну, по ней практически, мне кажется, невозможно подняться. Она практически как отвесная стена. Прям совсем никого нет. Какие тропы в лесу. И ни одного человека. Это, кстати, те раскопки, которые решили пока оставить. Не проводить ни реставрацию, ни поиск. То есть вот этот холм. Возможно, под ним тоже какое-то строение находится. Это огромнейшее дерево. И у него глаз. Все видите? Вот это. Она на нас смотрит. Мне кажется, как-то неодобрительно она на нас смотрит. И ты на него тоже, кстати говоря. Нет, я очень одобрительно. Я вообще одобряю деревья. Как можно их не одобрять? Хотели повисеть на ветках, а это дерево с шипами. Смотрите, сверху шипы на каждой ветке. Обалдеть. Чтобы вот туристы всякие на нем нависели. То есть она точно злой. Она и злой смотрит еще, и шипы тут на ветке делает. Ну, помимо основных больших пирамид, есть вот такие вот маленькие на территории. И сейчас быстренько пробежимся наверх ее. И попадаем на крышу пирамиды. Тут травка. Как будто и не крыша была вся. Антон рискнул зайти в какую-то древнюю постройку. Так что давайте угадаем в комментариях, вернется он оттуда или нет. Ну, Антон там в какой-то храм непонятный пошел. Я пока посмотрю, что здесь на площадке сверху этой конструкции. Тут, кстати, уже пальмы растут. На здании пальмы. Стена довольно крутая. Никакого ограждения тебе, ничего. И игуана. О май гад. Надо срочно перевести камеру. Вот как удачно я подошла к другой стороне здания, пока Антон ушел беседовать в храм с богами. Вот этот красавец здесь наедине со мной. Более никого. Не знаю, говорит ли он по-русски. Видимо, не очень как-то расположен в беседе. Поговорил с богами. Боги сказали, что я должен быть правителем этой территории. Может, президентом России тебе боги сказали быть? Нет. А то у нас там есть уже один такой. Тут, кстати, открыты комнаты. И можно заходить. Вот тут какой-то стол или кровать. Находится все в основании пирамиды. Пирамиды вообще немножко другая. То есть тут есть какие-то помещения, жилые комнаты. Такое ощущение, что это какой-то был дом. На нем построен храм. Интересно. Мы тут выяснили, что высота главного дворца, на который мы поднимались, 32 метра. Мы пришли к другой конструкции, которая тоже является одной из главных здесь. Которая называется The Twins. Близнецы. Настя тут пытается шевелять камни. Древние камни в Майя. Может, с собой возьмем? В Чикаго? Да, я думаю, это как раз именно то, что нужно взять отсюда в Чикаго. Во-первых, бесплатный сувенир. И положим в чемоданчик. Компактный, опять же. И нужный, самое главное. Конечно, камень всегда в хозяйстве пригодится. Кстати, по краю пирамиды можно пройти. Вот, давай, Антон. Вперед. Внизу там бездна, можно сказать. Какая-никакая, но бездна. Можно посмотреть со всех сторон пирамиды и потрогать. Ну, хватит прятаться, выходи. А вот и, кстати, арка, через которую мы входили в этот город, в этот комплекс. Странные штуки вот такие на углах. Похожи на те отверстия, кольца на поле для игры в мяч, но маленькие. Находишься по развалинам, пить захочется, устанешь, тут раз и кокосик. Классно. Стоит 30 песо. Вот мы подошли ко второй по величине этой пирамиде на территории и тоже собираемся подниматься. Она совсем маленькая. Может быть, метров 15-20. Все эти ступени сделаны в форме круга. То есть не как обычно, как бы квадратная, а круглая. КОНЕЦ Мы были вот там, на верхушечке. А сейчас вот здесь. Это стелла. С изображением правителей и червяком. На ней огромный червяк, такой жирный жир. Который ползет вверх. Усталый путник. На ступеньках, который облазил почти все пирамиды. В общем-то, мы уже заканчиваем. У нас весь просмотр этой зоны занял примерно 2 часа. В принципе, можно и быстрее уложиться, если особо не фотографироваться, так быстренько пробежать. Место понравилось. Вход, правда, стоит дороговато, но с другой стороны, такая свобода лазить по руинам. Можно прям почти где хочешь оказаться. Так что я думаю, съездить стоит, если есть время. Кто-то уже притомился. Надо заканчивать видео срочно. Да, надо заканчивать. Мы поедем куда-нибудь еще. Ставьте лайки. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если еще нет. Пока!